Говорящую книгу презентовали в Ивановской областной библиотеке для детей и юношества. Встречу провела детская писательница Светлана Сон. С просьбой выпустить аудиосборник к ней обратились сотрудники библиотеки для слепых и слабовидящих. В этот диск вошли сказки и в прозе, и в стихах. Есть сказка про грустного ежика, есть сказка шагашки лохмоногие, в стихах шагашки лохмоногие. Есть сказка кот по кличке Абармот, она тоже в стихах, с воспитательным моментом. И после прочтения этой сказки обычно я с детьми провожу еще и беседу. Работа над аудиосборником велась три месяца. Текст начитывал Светлана Сон. Записью и монтажом занимались сотрудники библиотеки для слепых. В оформлении говорящей книги помогли художники из Германии. Диск под названием «Ее величество волшебия» объединил 56 произведений. Четыре из них сказки, в том числе и о грустном ежике. Ежик остановился возле лужи и заглянул в нее. Оттуда на малыша грустными глазами смотрело ежовое отражение. «Не грусти, братец!» – сказала отражение и подмигнула ему левым глазом. «И вместе мы справимся с твоей осенней печаленкой!» Говорящая книга рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Некоторые стихи сопровождаются музыкой Чайковского, Рахманинова, Брамса. Текст в музыкальном оформлении легче воспринимается, а значит, более понятен и интересен детям. «Я пишу для детей всегда с удовольствием. И детские произведения я пишу всегда в хорошем настроении. Если грустно, рождаются взрослые стихи». Ее Величество Волшебия – не первый аудиосборник, который выпустил Светлана Сон. До этого вышел свет диск колыбельных песен, аудиоспектакль «Алиса в стране чудес». Произведения Светланы Сон дети читают и слушают с интересом. А пока ребятам не безразлично творчество писательницы, она с удовольствием будет работать над новыми стихами и сказками.